Ну, здравствуй. Проходи. Спасибо, что целые носки. В общем, когда я говорила о том, что All In будет выходить в слегка измененном карантинном формате, я не шутила. Да, Островская на самоизоляции, вся игромания на самоизоляции, но мы решили, что мы никак не можем оставить тебя без ежедневных игровых новостей, поэтому теперь я пишусь из дома и be my guest. Я напоминаю, что здесь мы разбираем самые интересные игровые новости, которые произошли за последние сутки и в данном случае еще за выходные. И больше никаких лишних слов, мы начинаем. Известный ютубер Райан Стэнфорд, который прославился тем, что довольно часто выкладывает у себя на канале достоверные слухи, на этот раз решил порадовать фанатов материалом о готовящейся Resident Evil. Мол, игру начали делать еще в 2016 году. Релиз намечен, скорее всего, на следующий год, и это определенно точно будет не ремейк. Но самое интересное. Райан считает, что как только игра выйдет, у некоторых фанатов может, что называется, неплохо так бомбануть. Настолько новый резик будет сильно отличаться от прошлых игр серии. При этом, нет, Райан не раскрывает, в чем же дело. Просто говорит, ребята, мы привыкли, что Capcom любит экспериментировать, но не настолько же радикально. В общем, волей-неволей думаешь, а что если Capcom решили сделать своего... Ведьмака с Блэк Джеком и Зомби. Я напомню, что когда-то был слух, что Resident Evil хотят перенести в средневековую Европу и добавить туда ведьм, оборотней и все такое в этом духе. Ну, или же, может быть, игра будет про Итана из седьмой части. Короче, что толку гадать? Либо дождемся официального анонса, либо еще утечек. А еще сайт Video Games Chronicle подтвердила информацию Райана о том, что Capcom готовит очередной ремейк. И на этот раз им займется Татсуэ Минами, который до 2016 года был президентом Platinum Games. На этот раз его студия M2 помогала в разработке ремейка Resident Evil 3. И вот, наконец-то, получила свой собственный проект. И говорят, что он будет куда больше, чем выходящая в ближайшую пятницу новинка. Вот только ждать релиза аж до 2022 года. Ну, а пока владельцы PC и PS4 могут поучаствовать в закрытом бета-тесте Resident Evil Resistance, который, кстати, закончится уже в эту пятницу, 3 апреля. Внезапно, без объявления войны и вообще каких-либо анонсов, Activision выпустила ремастер Call of Duty Modern Warfare 2. И, скорее всего, он появится буквально в ближайшие часы. Графику заметно подтянули, текстуры обновили, добавили более реалистичное освещение. А вот ту самую скандальную миссию «Ни слова по-русски», из-за которой игру больше всего критиковали в России, оставили неизменной. Я напомню, что фанаты серии больше всего любят Modern Warfare 2, как раз из-за удачно реализованного мультиплеера. Однако в ремастере есть пока только сюжетная кампания, и мультиплеера, скорее всего, не предвидится вообще. Ну а Mount & Blade 2 Bannerlord внезапно стала самым популярным релизом этого года, по крайней мере в Steam. Пиковая онлайн сразу в первые сутки она набрала 180 тысяч человек, сильно обогнав Doom Eternal, которые по максимуму смогли собрать только 104 тысячи. Однако кто-то считает, что ранний доступ оказался слишком ранним. Кого-то не устраивают частые вылеты, кого-то графика, кого-то производительность. В общем, ты уже попробовал? Ты считаешь, что можно сейчас начинать играть? Или лучше немножечко подождать? Напиши, пожалуйста, в комментариях. И продолжая тему Steam, карантин подарил ему новый рекорд. Пиковый онлайн-сервис достиг почти 23 миллионов человек. Однако у медали есть и обратная сторона. Чтобы предотвратить перегрузку сетей, Valve ввела антикризисный план. Теперь автоматически будут обновляться только те игры, которые были загружены за последние три дня. А Microsoft заявила, что использование ее облачных сервисов за последнее время выросло почти на 775%. В общем, чтобы избежать перегрузки серверов, им тоже пришлось ввести некоторые ограничения, в том числе и на Xbox Live. И напоследок уже традиционная новость халявы. На сайте IndieGala появился раздел с бесплатными играми. Блокбастеров там нет, но есть парочка интересных российских проектов. Это тактическая стратегия 7.62 и гоночный экшен RC Cars. До 5 апреля в Steam можно бесплатно поиграть в глобальную стратегию Imperator Rome. А также можно навсегда забрать головоломку OneDropBot. И не забудь, что 7 апреля стартует закрытый бета-тест игры Valorant. Это новый шутер от Riot Games. Тем временем, за последние несколько дней, если ты пропустил, у нас на канале вышел обзор Half-Life Alyx, ремейк Resident Evil 3, а также история Platinum Games, первая часть. Ну а если ты больше хочешь почитать, то иди на сайт, там найдешь текстовую версию обзора Резика, а еще обзор Королевская персона 5 и свежий выпуск косплея. Ну вот теперь у меня точно все. Пожалуйста, поддержи наш первый домашний выпуск своим лайком, комментарием, возможно, сердечком. И помни, сейчас, чтобы быть хорошим мальчиком или девочкой, не нужно ни в коем случае навещать своих родственников. В общем, на этом точно все. Увидимся завтра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»